Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Воспринимаем любую информацию спокойно, без эмоциональных всплесков и наблюдаем, что я могу сделать сама для себя, что я могу сделать сам для себя, в любой ситуации, какая бы она ни была. Сегодня вашему вниманию предлагаю Ченнилинг, контактёр Аликина, квантовая реальность, итоговая проверка. Читает Лора. Приветствую, дорогие! Человечество проживает глобальные изменения в связи с галактическим переходом Земли в новые пространства квантового измерения. И всё это отражается в нашей жизни. Мы меняемся. И это необратимый процесс, в который вовлечены как физические планы, так и ментальные аспекты. Хорошо, когда мы в осознании, что происходит, и уже готовы к переменам и знаем, к чему мы придём, к новой жизни, совсем не похожей на прошлый опыт. Мы выходим из колеса сансары. Новых воплощений на вознесённой Земле не будет. Все проживают последнее. И то, чего мы достигнем в данном сейчас облике, то и определит нашу жизнь в будущем. Кто сумеет достигнуть объединения со своим духом при этой жизни, тому будут возможны полное управление своей жизнью и своим телом. В начале омоложение. И в дальнейшем процессе трансмутации приобретение качеств светового тела, тела духа, которое уже не знает проблем со старением и смертью. Этот процесс трудный, но важный по вселенским условиям развития. И если человек обретёт единство со своими божественными началами, то все его этапы преображения будут под защитой его бессмертного духа и пройдут всё более легче. Впереди у нас новое и совсем неизвестное нам. И только наш дух знает всё, потому что он часть вселенского плана, часть единства Творца. И замечательно, что мы это уже осознаём и идём к своему развитию. Но рядом с нами есть те, кто так не может, вернее, не хочет признать необратимость изменений. Они цепляются за прошлое и боятся перемен. Им кажется, что происходит нечто ужасное и будет ещё хуже. Зло поднимает голову. Войны, эпидемии, разрушительные катаклизмы, невинные жертвы, всюду хаос, беспорядок, обострение мировых проблем. Они так и будут вариться в этих жерновах перехода, пока не уйдут с плана Земли навсегда. Так и не поняв, что и для них были предоставлены все возможности выйти в новую жизнь. Все они слышали про квантовый переход, но, полюбив страдания и гонения трёхмерности, не представляют для себя другой жизни. Они мечтают о славе, о богатстве и даже о наживе на военных конфликтах, где крутятся большие деньги. Для них нет света, им лучше жить во тьме. И тьма их заберёт, в конце концов, с собой, когда будет изгнана с вознесённой планеты. Куда? Другие тёмные миры, плотные планеты, какой была когда-то Земля. В отдалённых галактиках, подальше от центрального Солнца Вселенной, туда, где свет не пробивается. Но это тоже часть Вселенского плана, и это их выбор. Дорогие, да, и для нас сейчас идёт время испытаний своей веры в себя, в свой дух, и многие могут сдаться в это смутное время. И это также задумано, потому что идёт, так сказать, итоговая проверка перед выходом в новый мир. Достоин ты его или не достоин? Что делать? Попробуй сделать то, что на первый взгляд кажется невозможным. Почувствуйте за всем этим свет. На самом деле, весь этот кажущийся хаос лишь поверхностное волнение, морская пена, которая скоро сойдёт. И волнение это началось, потому что свет проступает, он приближается сверху и поднимается из глубин самой нашей бессмертной основы. Потому что в основе жизни всего это свет и любовь Творца. Свет является подлинной нашей сутью, и ваше сердце знает об этом и всегда знало. Потому не входите в заблуждение, что всё плохо. Это лишь видимость трёхмерного восприятия. Посмотрите своим внутренним зрением с вершины вечности. Света на земле стало больше. И зло оголилось перед ним, стало более видимым, но его количество не умножилось. просто зло раньше скрывалось во тьме под личиной добродетели, религиозных догматов, и, наконец, оно вышло наружу. А когда мы его обнаружили, пелена спала. И теперь мы знаем, что с ним делать. Оно пытается вновь разделить людей по религиям, чтобы вновь вернуть тьму, чтобы по-прежнему, будучи невидимым, творить свои тёмные дела. Но этого больше не будет. Не будет никогда. Многие видят правду, видят невинные жертвы новой религиозной войны и выходят из тьмы, выходят из религии и обращаются к истинному добру через помощь и сострадание к своим и к несвоим, к верным и неверным. Мы осознаём, что все мы часть единого целого. Все мы ангелы единого божественного дома, любящие друг друга души, воплотившиеся в этот, последний раз на земле, на которой нас когда-то начали разделять. Теперь мы знаем, где скрывалась многовековая тьма. И больше её игра не проходит. Всё кончено. И наш вызов тьме и злу это объединение. Единение всех народов. Мы все есть братья и сёстры. Мы единая человеческая цивилизация, устремлённая к свету. Продолжение следует. С любовью, Эммануэль, Куратор Перехода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok